Он стал премьер-министром, который привел консерваторов к власти после 13 лет пребывания в оппозиции, самым молодым британским лидером более чем за столетие. Однако в историю Дэвид Кэмерон войдет как премьер, который упорно отстаивал свою позицию, но тем не менее потерпел провал на референдуме, в ходе которого британцы высказались за выход страны из ЕС. Я люблю эту страну. Для меня большая честь служить ей. И в будущем я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этой великой стране добиться успеха. Большое спасибо. Он происходит из привилегированного класса. Учился в Итоне и Оксфорде, был членом пресловутого студенческого клуба «Буллингтон». Кэмерона не раз обвиняли в том, что он далек от жизни простых избирателей. К 92-му году он уже работал, не привлекая к себе внимания, в исследовательском отделе консервативной партии. Затем неожиданную победу на выборах одержал Джон Мейджор. И Кэмерон стал советником при Нормане Ламонте, министре финансов в правительстве Мейджора. В 2001 году Дэвид Кэмерон стал депутатом парламента и восходящей звездой палаты общин. Всего через 4 года вдохновенная импровизированная речь на партийной конференции помогла ему стать лидером консерваторов. Ничто и никто нас не остановит. Кэмерон пытался изменить образ консервативной партии. Ездил в Заполярье на собачьей упряжке, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления, и пересел со служебного автомобиля на велосипед. Перед выборами 2010 года он лидировал во всех опросах общественного мнения. Однако консерваторам не удалось получить абсолютного большинства в парламенте. После отставки лейбориста Гордона Брауна с поста премьера Кэмерону пришлось формировать коалицию с либерал-демократами. После свержения Каддафи его приветствовали на улицах ливийцы. Однако позже Кэмерон столкнулся с критикой за неудачное планирование послевоенного восстановления Ливии. Его предложение об участии в военной операции в Сирии было отвергнуто парламентом, однако позже Палата общин поддержала идею премьера о нанесении авиаударов по позициям так называемого исламского государства. Шотландский референдум о независимости, в ходе которого избиратели высказались за то, чтобы остаться в составе Британии, стал для Кэмерона настоящей проверкой на прочность. В ходе своего второго премьерского срока Дэвид Кэмерон немало сделал для того, чтобы пересмотреть взаимоотношения Лондона и Брюсселя и настойчиво убеждал жителей страны поддержать идею о дальнейшем членстве Британии в Евросоюзе. Британцы высказались. Их ответ — мы выходим из ЕС. Через несколько часов после объявления результатов голосования Дэвид Кэмерон подал в отставку. Выборы преемника, к его приятному удивлению, прошли неожиданно быстро. Я также рад тому, что следующим премьер-министром станет Тереза Мэй. Она сильна, она компетентна, она более чем способна стать тем лидером, который понадобится нашей стране в ближайшие годы. И я ее полностью поддерживаю. На фоне всех эмоций и драматических пассажей, включенные микрофоны уловили в речи человека, слагающего с себя время правления, очевидные нотки облегчения. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Райд.